Аэротруба это имитация свободного падения. В ней можно полностью расслабиться, но в то же время это дополнительная тренировка для мышц. В октябре 2018 года в аэротрубе FreeFly начались первые занятия для детей с ОВЗ. От парковки до аэротрубы крутой подъем в гору. Детей с инвалидностью до места доставляет снегоход. Занятия востребованы. Во-первых, их рекомендуют реабилитологи и кинезиотерапевты. Во-вторых, логопеды и нейропсихологи, так как они видят положительную динамику у детей. Во-вторых, очевидны результаты для мам. Дети получают много положительных эмоций и реабилитация проходит безболезненно. Летать могут все, и взрослые, и дети. Эти полеты безопасны, потому что рядом всегда присутствуют инструкторы. Пять минут полета в аэротрубе равнощили целому дню занятий в спортзале. Возраст у нас с шести месяцев. То есть детки летали вообще, это очень драно, но в силу того, что мы можем это себе позволить, можем работать с этими детьми, мы берем диагнозы, с которыми мы работаем. Это синдром аутизма, ребяток с ЗПР, ДЦП, ребятки у нас летают. Вообще генетические заболевания у нас есть тоже, ребятки, которые летают. То есть список вообще достаточно широк. Занятия очень полезны для детей с различными заболеваниями. На них ребята не только улучшают свою физическую форму, но и выходят из зоны комфорта, переживают большой эмоциональный подъем. Там задание же, руки-ноги здесь. И мне нравится, вы понят, вы понят, поютину там, где жены, где цакли. Я же, кажется, жил, кажется, та же тай, кажется, там дивы, куч, где жены. Я тебя боюсь, потому что я на года не летаю. Я тебя не боюсь, потому что я уже летаю. Владику 7 лет. Он занимается в аэротрубе уже с октября 2018 года. Занятия помогли мальчику преодолеть свои страхи и обрести уверенность в себе. Ну, по диагнозу у нас ДЦП, спастический, тетропорез. Мы когда первый раз приехали, он боялся безумно, верещал вообще очень. Даже не хотел идти, но буквально, наверное, раза со второго, с третьего, когда он увидел себя в зеркале, как он летит, как он парит, как его держат, он сразу сказал «класс». Он в садик приходит и говорит «вот, я летаю, я летаю», и всем, никто же не ходит туда. А он говорит «вот, я летаю», и начинает рассказывать, что там ноги так сделать, это вниз, там ноги по-другому, это вверх, на него все смотрят с такими глазами, он себя прям ощущает каким-то таким героем. Алсу Дагирова, Дмитрий Куминов, Компас ТВ